По традиции на сессии будет подвергнут корректировке главный финансовый документ. Так, в проекте бюджета запланировано увеличение доходов более чем на 10 миллионов рублей за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Самая крупная доля 5 миллионов рублей забронирована под жилые помещения для детей-сирот. Остальная сумма будет направлена на поддержку ряда муниципальных учреждений. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в сумма 4 миллиона 640 тысяч. По Котловскому дворцу культуры на проведение фестиваля «Любодорого» 500 тысяч рублей. Субсидия также на проведение выездной площадки «Поморские дни» карьерной навигации 150 тысяч рублей. Также на апрельском заседании будет озвучен отчет администрации города о результатах приватизации муниципального имущества. В 2016 году было продано 7 объектов, 4 из них с рассрочкой на 7 лет. Наговоры заключены на сумму 7 миллионов 756 тысяч рублей. Необходимо внести изменения и в прогнозный план приватизации. В городской казне остаются невостребованные и требуют ремонта 4 помещения общей площадью более 300 квадратных метров. Один из социально важных вопросов, вынесенных на сессию – утверждение пороговых значений дохода и стоимости имущества для малоимущих граждан. Это необходимо им для получения статуса и заключения договора социального найма. На каждого члена семьи порог в денежном выражении 13 190 рублей 4 копейки. Это порог на каждого члена семьи и по имуществу порог 515 808 рублей. Кроме того, завтра на сессии депутаты утвердят повышенный размер социальной премии выпускникам за особые успехи в учебе и официально закрепят границы очередного 22-го по счету ТОСа. Он будет носить название «Столица» и объединит с жителей дома номер 30А по улице 70 лет Октября. Субтитры создавал DimaTorzok